МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас как-то по-прежнему бум на губы? Или, может быть, на спад пошло? Или, может, наоборот, ввысь пошло? Или стабильная держится? Нет, мода меняется постоянно. Сейчас в моде не такие пухлые, как, допустим, были несколько лет назад. То есть все равно все за естественность. Более или менее, если ты можешь так назвать. Я думаю, это просто важный вопрос, который беспокоит миллионы мужчин в городе Иркутске. Подкачанную губу, даже немножко до естественного состояния, как вы сказали, ее можно как-то отличить визуально? Или надо? Нет, практически нет. Даже если будете тыкать, то тоже не отличите. Все, мужики, на этом можем закончить. Скажите, пожалуйста, вот девушки, которые приходят к вам, есть ли среди них адекватные люди, которые просят сделать мне максимально натурально? Да, конечно. Большинство даже, я бы сказал, так и делают. А есть, наверное, и те клиенты, которые приходят уже с большими губами и говорят, хотим еще, и еще, и еще, и впадают в зависимость. Вот как вы реагируете, как вы с ними общаетесь? Я вообще не сторонник, допустим, да, там, вводить несколько миллилитров, делать большие губы, так как это не всегда пропорционально выглядит на лице и, ну, в принципе, не всегда красиво. Можно. Я так прямо и говорю, что, ну, это действительно не будет прям приукрашать в данном случае, да, девушку. Но если хочет, то что делать? То есть есть девушки, которым вы говорите напрямую, да, что это будет не очень хорошо. Они говорят, мне все равно, я вот хочу себя пострашнее. Я хочу на рублевку. Кстати, статью прочитала, что утиные губы, они как раз-таки отдаляют вас от переезда на рублевку. Ну, это сейчас, да. Может быть, это один из поводов, чтобы отучить девушку. Смотрите, есть какие-то стандартные пропорции, да. Я еще вычитала, что вот эта ложбинка, да, над верхней губой называется как лукамура. И очень часто мы можем наблюдать такую ситуацию, такую картину, когда перекачивают, да, или слишком много закачивают препарата, и вообще пропадает вот эта верхняя ложбинка. Да. С чем это связано? Я сейчас перебью, да, немножко. Небольшой, совсем небольшой процент клиентов, которые хотят именно верхнюю губу сгладить так же, как нижнюю. То есть, чтобы не было вот этой ложбинки и не было арки купидона, то есть она сюда по-другому называется. Фишка просто желание. То есть, а в основном обращаются за нижней или за верхней губой? Или когда как? Такого практически не бывает, то есть, если увеличиваем, то увеличиваем полностью, да. Но крайне редко бывает, допустим, если нижняя совсем тоненькая, наоборот, верхняя совсем тоненькая, нижняя все равно по природе, она чуть побольше, потолще. Бывает, что делаем, допустим, только верхнюю. Хорошо. А чаще обращаются, какого возраста люди? Ну так, примерно. То есть, молодые девушки, которые бегут за модой, или же все-таки люди постарше, которые вот хотят именно исправить какие-то недостатки, которые появились с возрастом? Тут дело в том, что, допустим, более молодое поколение, оно идет именно с целью увеличить губы. А более возрастное, оно идет с целью, ну скажем так, коррекции каких-то возрастных изменений. То есть, это и морщинки вокруг губ, и сами губы, они все равно тоже уменьшаются, появляются морщинки. Вот, то есть, более возрастное поколение. А быть может, к вам, Артем, обращались и мужчины? Вот, я прямо с языка сорвала. С губами не обращаются. Так, а с чем обращаются? Ну, много с чем, допустим, те же какие-то возрастные изменения. Это и морщины, и мимические. Ну да, конечно. А вот про лицо заговорили в целом, да? Какие сейчас в тренде, в топе, так сказать, изменения лица среди девчонок, которые гонятся за модой? В последнее время скулы очень популярны становятся. А что там делают, чтобы появились скулы? Скулы, это, давайте покажем, это... Скулы, это вот здесь. А, вот, это вот здесь. Здесь скуловая кость, и она, ну, практически, да, ничем не прикрыта. Минимальное количество тканей. Что делать, чтобы их увеличить? Опять же, подход очень индивидуальный. Кому-то достаточно увеличить саму проекцию скулы, то есть вводится специальный препарат, филлер, для того, чтобы увеличить проекцию. Кому-то нужен более, скажем так, комбинированный. А вот глядя на мое лицо, да, вот что можно сделать с ним, чтобы появились скулы? Здесь будет достаточно скул только. Ну, то есть непосредственно в область скулы препарат. Вводим препарат, да, вот сюда. А зачем это делать? То есть они как-то объясняют, к вам вот, когда люди приходят, они же как приходят своей историей с какой-то, рассказывают же, объясняют, зачем им это надо. У меня нет скул, я хочу вам помогать. Скулы, ну просто кто на скулы смотрит? Видимо смотрит, да? Нет, на самом деле скулы не всегда важны именно с той точки зрения, что у них прям кто-то смотрит. От них, ну скажем так, отталкиваемся, когда идет вопрос об устранении возрастных изменений, опять же, да, потому что все равно идет гравитационное опущение тканей, и это все нависает, появляются и носогубные складки, и морщины-марионетки, и куча всего другого. Именно на скулах как бы завязаны изменения, когда делаем акцент на скулы, увеличиваем проекцию скул, поднимается ткань, да, вот, но приходят именно и, чтобы прям сделать большие скулы. Давайте опять-таки вернемся к теме губ. Почему иногда у девушек, которые ввели инъекцию, да, сделали себе губы побольше, мы видим вот такие какие-то шарики, комочки внутри, вот что это такое? Это препарат непосредственно. То есть он просто не рассосался или что? Он просто поверхностно введен, то есть если его вводить в правильный слой, более глубже, то этих шариков вы не заметите никогда. Плюс ко всему, после процедуры все равно идет массаж губ, чтобы, опять же, не было никаких шариков, не было никаких неровностей, но, опять же, все зависит от пожеланий пациента. Иногда приходится делать поверхностно, и иногда бывают такие шарики. То есть это не ошибка косметолога и не плохой препарат? Нет. Ну, не знаю, препараты, по крайней мере, легально ввозимые в страну, они, естественно, все лицензированы, на них есть все документы. И все эти препараты, которые используются в клиниках, они все хорошие, у них всех есть эффект, и они все безопасные. Как бы я не думаю, что кто-то пользуется сейчас какими-то запрещенными препаратами. Хорошо. Вопрос тогда насчет того, кто это делает. Как вот понять девушке, что она пришла к специалисту, действительно, который не испортит там ничего и случайно, точнее, ведет все туда, куда нужно? Смотреть на губы специалиста? То, как он выглядит? Нет. Ну, я думаю, что в любой клинике, в Иркутске, в другом любом городе, в принципе, не берут не сертифицированных людей без образования. Опять же, должно смущать девушек, если они приходят кому-то на дом, да, или в частный какой-то кабинет. То есть вот здесь уже можно задуматься. Желательно спросить у доктора, может быть, он покажет какие-то документы свои. То есть сейчас, к сожалению, очень много косметологов со средним медицинским образованием. Я не хочу сказать, что они там плохо работают. Нет, они есть очень достойные ребята, которые потрясающе просто занимаются косметологией. Но опять же, это среднее медицинское образование, то есть это медсестры, грубо говоря. Артем, а были ли девушки, которые к вам приходили и наоборот просили о том, чтобы как-то уменьшить объем своих губ? Нет. Нет? Вот уж. А с какими тогда проблемами могут столкнуться в дальнейшем девушки, которые сделали слишком большой объем? Если это качественный препарат, то проблем не будет, они просто будут постепенно уменьшаться, как препарат будет уходить. Вот, кстати, второй вопрос, что вот эти уколы, да, они не навечно. То есть нет такого, что девушка пришла один раз, делала, и до 75-ти ходит радостная сгуба. А в 76 сдувается. А в 76 все уже, да? Нет, это может быть, к сожалению, может быть, к счастью, препараты, они все временные, и зависит только от самого препарата. То есть либо это там несколько месяцев, полгода, либо это год-полтора. Ну и не будет, да, еще раз, что вот через полтора года, когда губа, так сказать, препарат рассосался, и тут такой кожный мешочек. Нет, не будет такого, что она, допустим, вечером легла с красивыми губами, утром просыпается, все повисло. Знаете, не терпится уже услышать прайс, потому что я вначале как раз таки сказала уже, что, ну, сейчас это, в принципе, доступная процедура, и может себе позволить любая девушка. Какие расценки? Ну, в среднем. В среднем, ну, если, допустим, брать какие-то менее известные и менее, скажем так, длительно находящиеся на рынке препараты, это может быть и от 7,5-8 тысяч рублей за миллилитр. Если брать более, скажем так, проверенные препараты, которые уже очень долгое время на рынке находятся, это и 13, и 14, и 20. А миллилитра достаточно вот одному человеку? Да, как правило, достаточно. Иногда даже, если очень тоненькие губы, либо, допустим, если приходит с желанием увеличить только одну губу, где-то скорректировать асимметрию, то вполне возможно начинать вообще с 0,5 миллилитров. Либо можно прийти с подружкой, да, и разделить на пополам. Нет, так нельзя. Массовые уколы в губы, это не про нас. Приведи еще несколько, когда получишь бесплатно. Бонусы и скидки, пожалуйста, не началось. Такой вопрос уже более личный. Всегда интересовало, пластические хирурги сами себе что-нибудь делают? Делают, конечно. То есть это просто вопрос того, как они... Следующий вопрос, что? Следующий вопрос, что? Хорошо. А вот мы затронули тоже эту тему. Люди, которые приходят, девушки, все-таки мы про девушек, да, потому что в большинстве случаев они пользуются этими услугами. Это какая-то нелюбовь к себе или это просто желание подражать кому-то? Стремление к совершенству. Стремление к совершенству, которое непонятно кто придумал. Я думаю, что это наоборот любовь к себе, потому что все эти уколы, они, ну если грубо так сказать, они немножко отодвигают процессы изменения именно возрастные. То есть даже если мы делаем просто это увеличение губ, несмотря на то, что это как бы чисто визуальная, да, казалось бы, процедура, все равно идет увлажнение и питание кожи не только губ слизистой, но и кожи вокруг рта. А я вот знаете еще что замечала? Ну это мое такое наблюдение. Вот когда чересчур большие губы, причем, ну не свои, а сделанные, либо сохнет внутренняя часть, либо что, но девушки очень часто делают вот так. Смачивают. Ну это на различных ТВ-шоу ты не видел, что ли, Аркаша? Я просто не могу сейчас показать. Это имеет место быть, нет? Есть подозрение, что это совершенно не с тем связано, но продолжи, пожалуйста. Я не буду сейчас показывать это. Это может быть непосредственно, наверное, после процедуры, когда слизистая расширилась, увеличилась и, ну, недостаточно, да, она увлажнена еще. Но потом, в дальнейшем, да, да, в дальнейшем препаратом все-таки притягивает еще воду, влагу, и они становятся наоборот более увлажненными. Хорошо, я, 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 я уж у меня вылетел, нет, последний вопрос, который все-таки хочется задать. Есть ли какая-то процедура, да, с которой часто обращаются девушки, вот которую бы вы не рекомендовали делать? Мы выяснили, что губы даже как-то полезны, да, что это помогает, там, ну, вот увлажняет и так далее. А есть ли что-то, что, ну, может доукнуться в будущем? Вот эти комки бишера. Правильно я разомнился? Бишаль. Биша. Биша. Четыре буквы. Биша. Оу. Вот сразу видно, ничего не делала, ничего не знаю в своей жизни. Расскажите, пожалуйста, насколько это хорошая, либо наоборот, не очень хорошая процедура. Так, сложный вопрос, да, потому что, ну, скажем так, специалисты не только в России, да, но и во всем мире сейчас спорят, нужно их удалять или не нужно, и какие после этого будут последствия. Опять же, если мы говорим об их удалении, то это только хирургическое вмешательство, то есть косметологически их никак не убрать. Есть различные препараты, которые разрушают жировые клетки, но комки биша удаляются только хирургически, и в основном через разрез, через рот. Ну, то есть визуально они... Визуально после удаления, да, идёт небольшое западение, ну, опять же, да, кто-то хочет, чтобы так было, кто-то нет. Но, опять же, некоторые хирурги говорят, что да, их надо удалять, ничего после этого не будет, будете красивы, прекрасны, с запавшими щёчками. А кто-то, и я в том числе, ну, не очень люблю эту операцию, эту манипуляцию, и потому как последствия. То есть эти жировые тельца, они нам нужны именно для придания объёма, а так как с возрастом, с каждым годом, в принципе, объём на лице в первую очередь, он уменьшается. То есть уменьшается не только жировая ткань, но и костная ткань, тоже идёт резорбция, её уменьшение. Если их удалить сейчас, то через некоторое время, ну, как показывает практика, ну, мало того, что обвисает, да, во-вторых, идёт, ну, скелетизация, то есть лицо становится... Очень костлявым. Очень костлявым. Очень костлявым. Козда кости вот этого. Да, вот именно так, да, и приходится, и приходится заполнять. Хорошо, вопрос, который меня лично... Где находятся комочки? Что это такое вообще, да, что за комочки? Это вот нужно язычок положить, да, на внутреннюю сторону щеки. Ну, да, примерно. Это анафил, пожалуйста. Примерно так. Это жировые тельца, которые, в принципе, нужны только в младенческом возрасте, они участвуют в сосательном рефлексе, так его назовём, то есть, чтобы ребёнок питался грудью. А потом они постепенно начинают, ну, как бы не атрофироваться, просто не нужны для человека, вот и всё. Но они есть. Ну, то есть, в принципе, их можно нащупать языком, да? В принципе, можно. Утро пантомима с Вероникой Михайловой. Ты можешь продолжать щупать. Ну, а как, я же хочу, чтобы нашим телезрителям было понятно, где что находится. А мы, ты щупай, щупай, а мы пока с Артёмом перейдём к пожеланиям нашим иркутянам, может быть, есть что сказать, и уже будем прощаться. Ну, хочу пожелать, конечно же, плодотворной недели, больше положительных эмоций, чтобы все были радостны, чтобы всё у всех было хорошо. Мужчины обращают внимание на губы или нет? Конечно, обращают. Нет, вы же должны были сказать, что губы – это не главное. Они смеются, они смеются за теми девушками, у которых всё пошло не так удачно, или которые перестарались. Артём Шумов, пластический хирург, был у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли. Ну, а мы продолжаем наш программу. Редактор субтитров А.Семкин